всем привет всем добрый день поезд но их никуда еще не еду то мы приехали на ж.д. вокзал взять билеты на квасы надо взять билеты вот додумаю заодно сейчас покажу вам немножко наш железнодорожный вокзал он небольшой маленький такой вот но какой есть как говорится сейчас покажу вам вот такой сам вот здание вокзала пути это это дизель на какой-то маленький он на шевченкова что ли раз два три вагончика всего вот вот такой вокзал внутри я сейчас пойдемте покажу что там у нас внутри туда вам стоит цистерна и поезда по пять часов вот такой внутри камеры хранения зал ожидания такой вот есть ну и тут вот вот такие всякие табло отправления вот такой вокзальчик небольшой вот тут очереди у нас стоят за билетами и вот выход на улицу выход на улицу город как бы вот там вот авто вокзал тоже есть но там по моему отправляются автобусы на села ближайшие вот такая площадь здесь перед железнодорожным вокзальчиком вот такой вот вот видите вокзал вот такой у нас вокзал небольшой небольшой у нас как-то тут нас основная узловая станция эта станция шевченко вот в смеле а здесь у нас вот как-то тут немного поездов очень ходит я даже не знаю вообще что тут ходит и чего тут не ходит ну вот эти вот по поселом дизель тут идет вот какой-то а вот такие поезда большие даже я не знаю тут ходят или нет вот такой вот райончик район здесь вот так у нас и называется район вокзала но все пошли мы брать билеты всем опять привет всем доброе утро второго дня вчера сняла вот только жд вокзал и автовокзал и как-то так больше не срослось мне не вчера вчера ничего поснимать больше а сегодня вышла по делам тоже вот кругом да думаю вот же хоть поснимаю что-нибудь вам вышла я у меня сегодня столько дел столько дел сейчас надо зайти на новую почту забрать посылочку маленькую там по материалам своим вот потом пойдем с вами на рынок вот по дороге на рынок я хочу зайти в суд мне надо подать заявление на развод вот такое у меня еще сегодня дело неприятное во всяком случае я уже вроде бы как подготовила я уже была там консультировалась подготовила вот весь пакет документов вот и узнаю все ли не все ли если все возможно и подам потом встретимся соленой хочу на рынок зайти там кое-что купить ну в общем вот такие у меня дела и я как всегда пешком и вы как всегда со мной пойдемте я уже подхожу к новой почте сейчас вот заберу посылочку там заказала новых четыре гель лачка и уже их поджидала ну что себе надо переделать ногти и вот как раз одним из них себе сделаю забрала я уже посылку свою нашла очереди не было цирульник подэш парикмахер вот и и сейчас просто погуляем со мной по улицам под приятную музыку как бы поснимаю вам немножко вы просите поснимать черкасы в принципе как бы тут особо у нас то ничего смотреть нету кроме как улочки деревья зеленый город у очень ну вот поснимаю посмотрите и 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 вот так вот гуляючи я уже дошла до сюда это вот здание у нас сюда сейчас зайду узнаю сейчас просто пол двенадцатого дня сейчас зайду узнаю не поздно ли не обедли и что еще надо во всяком случае может квитанцию возьму об оплате короче сейчас пошла узнавать снимать не буду там суда я вышла все уже как бы я там пробыла буквально чуть-чуть взяла координаты куда надо оплатить судовый сбор оказывается развод у нас сейчас стоит 908 гривен плюс плюс будет ну что то там не знаю еще за квитанцию или за что там или судовый сбор еще что то такое вот и все и сказали подавать заявление лучше в понедельник потому что сегодня пятница и сегодня никто его как бы упроцел вот и не буду поэтому наверное в понедельник с утречка я сюда приду и уже подам полностью у меня уже будет и проплата и все будет поэтому как бы все это на понедельник вот ну а сейчас время уже у нас 11.36 о я варила была половина ну 6 минут я была в суде сейчас иду как раз 12 часов у алены обед начинается мы с ней встретимся пойдем походим по рынку я вам немножко еще опять рынок покажу пойду сало куплю в общем пойдемте дальше алена меня напугала сказала что сегодня очень холодно я делаю теплее кофточку она как-то может с утра и было холодно с утра и нагрела 8 градусов было вот а сейчас ничего солнышко подогрело можно даже и футболки было бы ходить так ну идем идем-идем-идем а что-то с весны начали этот садик реконструировать но так до осени ничего и не сделали вот мы соленой ходим я уже показ ничего не снимала потому что там то продукты покупала а сейчас уже все рука одна свободно могу вам немножко поснимать рынок что продается на рынке что есть чего нету смотрите так этому мимо проходя как говорится в семью и 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 Зашли с Аленой в кафешку выпить кофейку. Уже на рынке пробежались кругом, что у Алены лимитированный обед, поэтому мы бегом-бегом пробежались, а сутку снимать было некогда. Сейчас кафешку немножко покажу обстановку. Вот это у нас фабрика кофе. Тут всегда очень вкусный кофе. И смотрите, вот такая, это, наверное, кофемолка что ли такая какая-то. Ну, это экспонат нерабочий. Ну, и вот такая вот обстановочка. Алена сидит. Вот. И вот зашли сюда попить кофейку. Официант подошел, рассказал, что это, оказывается, ростер, в котором жарят кофе. Ну, сейчас он вот доделывается вытяжкой, он сказал, и потом он будет работать. Представляете, какой здесь будет аромат стоять, когда это все будет работать и будет здесь жариться кофе. А тут что? Зеркало. А, тут, наверное, вход в туалет. Зеркало. Алена себе. Вот такая кафешка небольшая. Я заказала себе раф-куфе с соленой карамелью. Видите, как на досточках приносят. Алена заказала себе латте. И вот такие десерты. Что самое интересное, десерты здесь даже без сахара делаются. Вот этот без сахара. Ну, тут сказали, очень маленький. Это сырок обычный, тут маленьким количеством сахара. И вот такой вот картошка без сахара. Миндальная картошка без сахара. Это вообще замечательно, что вот ездили. Потому что обычно всегда все только с сахаром и обычные десерты. А здесь вот можно. Ну, как, Алена? Миндальная без сахара. Со стевией. Горькая. Горькая? А, там черный шоколад. Да, горьковатый. Не, она вкусная. Вкусно? Печенье чувствуется. Ну, вот такая. Сейчас я сырочек тоже попробую. Рук. Ой, как мороженое. Ага, как мороженое, вкусно. Ммм, вкуснятина. Угу. Вкуснятина. Нежная, нежная консистенция. Очень вкусно. Очень вкусно. Катюшка не так вкусная. Очень вкусно. Кофе готово. Кофе просто огонь. Прям божественный. Вкусный ракурс. Как раз. Лена пьет кофе. Кофе просто божественный. Кто в Черкассах, фабрика кофе. Тут самый вкусный кофе, наверное, у нас в городе. Поэтому пейте. Пейте кофеёк вкусный. В принципе, нам сахар принесли, но мы без сахара кофе пьём. Даже то очень вкусно. Вот я взяла Раф себе, Алена Аллаты. Обалденный. Я такого нигде не пила. Я после рынка и после встречи с Аленой пришла домой. И ещё и поработала немножко. У меня одна девочка была. Ну, короче, день, как говорится, удался. Сколько сегодня день переделала. Короче, так я и не смогла. Дали мне в суде координаты оплатить же, да, вот, за развод. Оказалось, что координаты не те. Ой, господи. С этим судом. Ну, ничего. Я там на сайте у них ещё не нашла координаты. Не знаю. Или в понедельник уже пойду буду другие пробовать достать какие-то координаты, которые действуют, действительные. Вот. Ну, а так, в общем, в общем и всё. Уже, в принципе, ну, ещё не темно на улице. Вот. Ещё не так поздно. Ну, уже 7 часов вечера. 7 часов вечера. И так вот уже и день прошёл. Плодотворно. То-то-то и на рынке была. И с Аленой встретилась. В общем, всё нормально. Вот. Такое у меня вчера. Вчера начала снимать. Сегодня доснимала. Ну, вот так у меня вот получилось. Ну, и всё. Сегодня с вами хочу попрощаться. Всё. Всем пока-пока. До новых встреч. Всем хорошего. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok